Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Школа доктора Скачко». А я доктор Скачко — врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. В этом видео продолжаю серию «Как правильно пить воду ребенку?». Если в первой части, которая уже есть на моем канале, вы могли узнать, как предотвратить детскую онкологию. Либо как уменьшить вероятность развития патологии беременности и родов, правильно используя воду. то в этом видео вы узнаете, как заложить фундамент здоровья ребенка. Правильно используя определенные физиологические особенности работы детского организма. Вы можете приотвратить множество заболеваний, связанных с детским возрастом. и создать фундамент для активного долголетия этого ребенка. За что, я думаю, он вам будет со временем благодарен. Поэтому смотрите это видео дальше. Я думаю, что достаточно много интересной и полезной не только для ребенка, но и для вас личной информации. Обмен веществ у ребенка идет более интенсивно, чем у взрослого человека. Это знают все. А неизменный участник этого процесса — вода. И чем интенсивнее обмен веществ, тем выше потребность в воде количественно. А также огромное значение приобретает качество воды. К сожалению, этому вопросу не все уделяют должное внимание. А зря! Если мы возьмем человека преклонного возраста. Обремененного с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Заболеваниями почек. То его ежедневная потребность в воде — 1,5% от массы тела. Плюс необходимо компенсировать диурет за вчерашний день. И казалось бы, в этом возрасте поздно пить правильно чистую воду. А статистика говорит обратное. Как раз мотивация наличия болезни и мотивирует человека выбирать какую воду пить, а какую воду не пить. Если мы возьмем того же человека за 20-30-40 лет до этого. Не самого плачевного, но не самого и лучшего состояния. То его потребность в воде здорового молодого человека — 4-5% от массы тела. И в этом состоянии или в этом возрасте редко уделяют внимание качеству воды. Если мы возьмем того же человека за какой-то период времени раньше, более в молодом состоянии. Если он занимается спортом, то потребность в воде резко выше. И она связана с физическими нагрузками. Потение, дыхание, вода теряется. И дополнительное количество воды нужно компенсировать. И внимание к качеству воды увеличивается. К сожалению, спортсмены не всегда начинают задумываться о том, как правильно заниматься спортом. Когда начинают лысеть. Когда начинают хрустеть суставы. Когда не растут спортивные результаты. А зря. И вода в этом случае имеет большое значение. Если же мы возьмем того же молодого человека в день его рождения. То потребность в воде 15% от массы тела. Иными словами, в 5-6-8 раз выше, чем в последующие возрастные периоды. И очень критически большое значение имеет качество воды, которая попадает в организм ребенка. Начиная от первых минут его жизни. И большинство детей имеют воду более-менее очищенную. Если они находятся на грудном вскармливании. Материнское молоко образуется в организме женщины после того, как пройдет вода. Определенные стадии фильтрации и очищения в организме мамы. Но! Если мама правильно питается и правильно пьет воду. Грудной ребенок может разными способами показывать маме ее ошибки в системе питания. Либо употреблении воды. У одних детей возникает вздутие живота. У других склонность к поносу либо к запору. У третьих частое либо болезненное мочеиспускание. У четвертых разнообразные высыпания на коже. У пятых заболевания органов дыхания. Какие-то дети используют часть возможностей. Какие-то несколько. Но! Задача мамы — своевременно находить ошибки и их исправлять. Серия видео «Как правильно пить воду женщине в разные периоды ее жизни» появится на этом канале после того, как я закончу серию «Как правильно пить воду детям». Чтобы вы не пропустили, не забудьте подписаться на мой канал. А грудной ребенок очень зависим от материнского молока. И мама как фильтр в своем организме очищает продукты питания, напитки, медикаменты, воздух. И должна выдавать молоко наилучшего качества и стерильным. Второй источник воды для новорожденного ребенка — это вода. И вода по умолчанию должна быть очищена от возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций. Потому как дезинфекция напитков и продуктов питания в организме новорожденного ребенка резко снижена. И многие моменты, которые использует взрослый человек, у ребенка отсутствуют. Напомню. Слюноотделение и выделение лизоцима у ребенка начинается спустя несколько месяцев его жизни. Это заметно остается сразу. Ребенок вдруг перестает управлять. У него изо рта просто вытекает слюна. Он просто не знает, что ее нужно проглатывать. С этого момента у ребенка появляется возможность переваривать сложные углеводы в виде крахмала, инулина, гликогена. И частично дезинфицировать употребляемую пищу и напитки. До этого периода времени вся пища и напитки должны быть практически стерильными. У ребенка отсутствует секреция соляной кислоты. По тому, когда появляется соляная кислота в желудочном соке, Вы видите, что ребенок срыгивает уже не просто молоко, а створоженное молоко. Да! С этого периода времени у него появился кислотный барьер в желудке. И соляная кислота далеко не всех пропустит. А до этого периода времени нужно уделять внимание не только правильному употреблению воды. Очищенной воды от возбудителей разных инфекций. Но и употреблению различных продуктов питания. Не всякая вода подходит для приготовления пищи грудному ребенку. И об этом я расскажу чуть позже. А с первых дней жизни вода должна быть очищена от бактерий. Не переочищена от железа. Не переочищена от кальция. Вода — один из основных источников этих макроэлементов для ребенка. И не нужно перекрывать ребенку кислород. Если нехватка железа, в материнском молоке железа есть, но его относительно немного. Поэтому через несколько месяцев жизни ребенка возникает необходимость докармливать ребенка разными продуктами. Постепенно расширяя рацион. И переводя его с материнского молока на смешанное питание. Но только это нужно делать правильно. Не торопясь. В этом случае уровень здоровья ребенка не пострадает. Но первые несколько месяцев не стоит удалять лишнее железо из воды. Ну если там оно не в гиперконцентрации. Вода может служить источником железа для ребенка. Чтобы активно шел обмен веществ. До начала активного слюноотделения даже намека на дезинфекцию пищи либо напитков в начальных отделах пищеварительной системы у ребенка нет. И он заложник вашего уровня знаний в этом вопросе. Поэтому первые месяцы своей жизни ребенок употребляет материнское молоко непосредственно без посредников. В этом случае молоко стерильно и приносит ребенку только пользу. А вот вода для питья должна правильно готовиться. И перед употреблением освобождаться от гипотетически находящихся там возбудителей бактериально-вирусных грибковых инфекций. После чего заливается в чистую посуду из которой ребенок пьет всего один раз. После удовлетворения жажды вода выливается. А емкость ожидает следующего использования перед которым вы вновь ее очищаете и заливаете свежеприготовленной водой. Метод кипячения хорош для дезинфекции воды. Но если там находились в разным количественно качественном соотношении бактерии, вирусы, грибки либо другие патогены. Вы получаете бульон из них и ребенок пьет реально не чистую воду. Безопасную в области в отношении инфекции. Но опасную в отношении токсинов. Так как в воде могут быть как экзотоксины, так и эндотоксины из этих патогенов. И это не самое лучшее питье для ребенка. А чтобы ускорить созревание пищеварительной системы. Начиная с 3 месяца вы добавляете фруктовые соки. Содержащиеся в них кислоты раздражают полость рта и ускоряют созревание слюных желез. А попадая в желудок ускоряют активное включение желудка в процесс переваривания пищи. Когда в желудке появится соляная кислота и нужное количество пепсинов. Желудок также станет непроходимым барьером для многих патогенов. И это здорово! Но! В дальнейшем питание ребенка не говорит о том, что он теперь может кушать с пола. Питательные смеси, молочные смеси, кашки, другие детские продукты детского питания. Если они разводятся водой, чаще всего теплой водой. Если в этой воде были различные патогены, возбудители бактериальных инфекций. В теплой воде, и имея такую шикарную питательную среду, которую вы купили для своего ребенка, они могут там размножаться. Поэтому вода используется с такой целью. То есть, иными словами, она используется в теплом виде. То она должна быть также чистой. Да, пищеварительная система ребенка, начиная с 5-6 месяцев, уже похожа на пищеварительную систему взрослого человека. Но мощность ее иная. Мощность меньше. Поэтому до первого года жизни вода должна быть чистой. Продукты должны готовиться перед употреблением ребенком. После чего работают два правила. Первое пришло с Востока. И согласно ему, хуже пищи остывшей. Может быть только пища разогретая. В которой могли уже размножаться различные патогены, которые в пищеварительной системе ребенка могут полностью не погибнуть. И наличие вздутия живота, дисбактериозов, неприятного запаха от тела из полости рта может быть следствием этого процесса. Поэтому правило номер один. Пища остывшая уже не используется в питании ребенка. А выбрасывается за борт. По морскому принципу. Что не съели? Выбрасываем. Либо кушайте сами. Ваша пищеварительная система. Если более мощная, она переварит те небольшие количества микроорганизмов, которые могли быть в питании у ребенка. И в этом случае вы правильно используете воду. И уже знаете, как правильно пить ребенку воду. Потому как известное заблуждение для взрослых, что нужно пить 1,5-2 литра чистой воды в сутки. У ребенка не работает. Не успеет ребенок выпить достаточное количество воды в чистом виде, не нарушив процесс пищеварения. И номер один для ребенка — это правильное питание, в котором присутствует правильное количество воды. Если кашки будут более жидкие, а овощные супчики будут у ребенка ежедневно, а может быть и несколько раз в день, то содержащаяся в них вода будет помогать поддерживать водный баланс в организме ребенка. Который и так поддержать достаточно сложно. У новорожденного потребность в воде 15% от массы тела. У ребенка годовалого — 10%. Да, несколько меньше. Но это достаточно серьезная величина. И реально на килограмм массы тела ребенок должен успеть выпить воды в 2 раза больше, чем взрослый. При потребности у взрослого — 4-5% от массы тела воды в сутки. И удовлетворить эту потребность чистой водой для ребенка очень сложно. А в составе продуктов питания — очень легко. И индикаторов несколько. Один из них — у ребенка влажная кожа. Да, вы чувствуете, что она мягкая, хорошая, приятная на ощупь. И это говорит о том, что воды в организме ребенка достаточно. Если кожа суховата, возможно, ребенку не хватает воды. И нужно правильно обеспечить питье воды для ребенка разными способами. Основные из них я вам рассказал. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепко вам в дороге! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете какую оценку поставить на это видео, я подумаю как лучше написать следующее видео. Как правильно пить воду детям более старшего возраста. До новых встреч на моем канале!